Очень легко. Главное – подобрать цвет. Для второклассницы Полины пластилин – один из любимых материалов. Девочка мечтает стать скульптором, поэтому кружок «Город мастеров» не пропускает. Больше всего мне нравится делать гротаж в МТ-работе, а сейчас я делаю лисенка из пластилиновой мозаики. Эти занятия не обязательны, но прогульщиков нет. Дети проверяют большое интересное, потому что никакие современные гаджеты, телефоны, вот этого рукотворного процесса, они не заменят просто, это однозначно. А четвероклассница Полина Маслова, занимаясь внеурочкой, нашла себя в шахматах. Пару лет назад она произвела фурор на межпоселенческом турнире, обыграв одного из фаворитов. Моя любимая фигура – это перс. Практически на все ходы он может ходить. Сильная фигура в шахматах. Свои сильные стороны в спорте ищут и эти дети. Они изучают мячи. В процессе педагог выявляет игровые способности каждого. Кружок так и называется – «мой любимый мяч». Для Максима Пархуна таким стал баскетбольный. Может быть, стану баскетболистом. От тебя нападают, мяч отбирают. Ты у всех мячик забираешь, бегаешь, в конце кидаешь. Программа внеурочных занятий в Майинской школе обширная. Десяток кружков. Есть даже астрономия. А ведь российским старшеклассникам ее только собираются вводить. Мне всегда было интересно. Звезды, галактики, черные дыры. Мне просто будет интересно. Я считаю, что каждому человеку, вообще школьнику, всем должно быть интересно, что находится вокруг него. Учителя говорят, благодаря дополнительной занятости у детей растет успеваемость и по базовым предметам. Хорошим показателем деятельности является активное участие наших учащихся в фестивалях, конкурсах, акциях, где они являются победителями и занимают призовые места. В Минобранауки Хакасии отмечают, ребята раскрывают свой потенциал, что позволяет направить их с малых лет в нужное русло. Повсеместно открываются новые направления, приобретается оборудование. Как итог, в республике кружки и секции посещают уже 62 тысячи школьников. Больше, чем когда-либо. Максим Карамашев, Александр Сердюк, РТС.